Сборная России полностью контролировала матч против сборной Болгарии. За счет чего удалось добиться такого результата? Безусловно, мы разобрали индивидуальные качества игроков соперника. Ребята были к этому готовы, как играть против того или иного игрока. Мы понимали структуру игры команды соперника, хотя с одной стороны прошло большое количество времени без игр, но понимание было. И плюс, я думаю, что определенные взаимодействия, которые мы отрабатывали в тренировочном процессе, ребята уже схватили и попытались реализовать это в игре, хотя без ошибок, конечно, не обошлось и нам дальше будет физически улучшать. После встречи прошло не так много времени. В каком физическом состоянии находятся футболисты и есть ли травмированные? Пока тяжело ответить на этот вопрос. Мы мониторим состояние. Сегодня прошла восстановительная тренировка. Ребята, которые провели большую часть времени, они занимались восстановлением, определенные процедуры делали. Группа, которая в нешей степени играла и получила игру времени, она тренировалась. Поэтому до игры есть еще время. Мониторим в ежедневном режиме и дальше поймем. Следующий матч против сборной Польши. Это команда довольно атакующая. Какую модель игры выберете в поединке против нашего ближайшего соперника? Опять же, большое количество времени. Мы не видели сборной Польши, но есть игра с Эстонией. Она свежая, но, на мой взгляд, не совсем информативная. С другой стороны, есть понимание того, что надо действовать от себя, но обратить внимание на нюансы соперника. Поэтому, безусловно, время еще есть у нас до игры. И те игровые идеи, которые будут у нас, мы доведем до наших игроков. Как прокомментируете, что лучшим бомбардером команды является защитник Игорь Дивеев? Да, абсолютно нормально. С учетом того, что есть определенные задумки при стандартных положениях. В принципе, штрафные, угловые, те моменты, которые со второго кемпа забиваются. Хорошо, что наши игроки позиции зарабатывают. Автор первого мяча ворота сборной Болгарии Максим Глушенков не имеет постоянного места в основе футбольного клуба «Спартак». Как вы считаете, справедливо ли это? Я не берусь оценивать клубные дела. Там есть главный тренер, руководитель клуба, который определяет политику и стартовый состав, и оценивает состояние каждого игрока. Поэтому не собираюсь и не вправе это обсуждать. У нас есть игрок, который находится в расположении сборной. Здесь мы на него рассчитываем. Стараемся использовать его в лучшем качестве для реализации игры сборной. И немножко про сборную Польшу. Скажите, что команда из себя представляет? Сборная Польша достаточно агрессивная команда, мобильная, с хорошей организацией игры. Большой плюс, что ребята прошли уже международный опыт на чемпионате Европы предыдущего цикла. Поэтому европейский футбол им тоже знаком. Будет непросто, но ожидается решающая игра, важная игра за лидерство группы. Сборная Польша